Сергей Конышев Сергей Конышев Сергей Конышев Сергей Конышев Сергей Конышев Сергей Конышев по экономике, больше дюжины нобелевских лауреатов, выпускники. Сейчас там работают, кстати, по Евроньюз, вчера с Крисом Писаридисом было большое интервью по экономике. И, в общем, лондонская школа известна еще тем, что не только известные выпускники, но и у нее хорошие контакты с другими странами, много иностранных студентов. В общем, вот сейчас, если вы посмотрите рейтинги, то во главе в Европе по экономике ЛСИ. Почему банки? Ну, во-первых, нужна была финансовая поддержка, чтобы мы стартовали с привлечением другого университета. Во-вторых, банки были заинтересованы в новых кадрах и не обманулись. Забегая вперед, скажу, если нас тогда поддерживали доноры Сбербанк, ВТБ, ВЭП. Ну, тут видно, да, вот на этом самом названии банков. То сейчас наши выпускники идут к ним на работу. Что сегодня, спустя 23 года, представляет собой МИЭФ? Когда мы начинали, мы начинали с бакалаврской программы двух дипломов, которую реализовывали силами преподаватели-совместители с разных факультетов вышки и набранных из Москвы по открытому конкурсу. Это было большое достижение, никаких ограничений, открытый конкурс. И когда мы начали, я лично испортил отношения с целым рядом своих коллег и знакомых профессоров. Из-за в кафедры они приходили на интервью, и выяснялось, что они некомпетентны на английском языке. Ну, не это главное. А главное, что у них нет современных знаний. Дальше я об этом скажу. Но бакалаврская программа началась в 97 году с набора 37 человек. И через 4 года только 13 человек смогли получить дипломы. Вот такое было, как говорится, начало. Второй год был совсем разочаровывающий. Плохо сдали экзамены. И какой экзамен хуже всего сдали? Математику. Англичане прислали нам письмо. Ребята, мы вас любим. Но мы не можем репутации ЛСИ жертвовать. Если это продолжится, мы с вами сотрудничать не будем. А я забыл сказать, что с ЛСИ, когда мы начинали, был подписан договор. И в течение 23 лет сотрудничество продолжается, договора меняются. И общий орган управления институтом совместно, это Международный академический комитет, куда входит профессура, несколько человек из Лондонской школы экономики. Тоже состав меняется. Но пока вот уже три директора в ЛСИ сменилось, мы продолжаем с ними сотрудничать. Семь послов английских, кстати говоря. Через несколько лет, когда мы набрали силу, уже первый выпуск состоялся, поняли, что надо открывать магистратуру. Своих преподавателей было недостаточно. Коллеги нам советовали выйти на мировой рынок. Это было непросто. Впервые это МИЕФ сделали, не считая РЭШа, который был впереди. Но мы, часть государства университета, это имеет свою специфику. И мы в 2007 году открыли магистратуру, которая выпускникам бакалавриата открыта. Это сегодня звучит так скромно. Ну, сколько магистратур есть в ИШКИ, в других университетах, да? Но эта магистратурская программа финансовая экономика входит уже второй год в топ-100 лучших программ в мире по финансам, согласно рейтингу QS. Можете посмотреть. Как вы понимаете, это очевидные достижения. Всего у нас уже около 2000 выпускников. И около 1000 студентов учатся. Мы не рассчитываем больше увеличивать, а будем даже, наверное, сокращать. Потому что я вам сказал про 37 человек первый набор. А последний год набор составил вместе с иностранцами 300 человек. В общем, это очень тяжело обеспечить качество. И мы взяли курс на то, что будем увеличивать выпускников число. Внимание. Число выпускников. Не увеличивая число абитуриентов на поступление. Как это можно сделать? То скажет. Повысить проходной балл. А главное учить лучше, чтобы не отчислять, чтобы коэффициент выживаемости был выше. Еще в МИАФ появилась лаборатория финансовая международная. Первая в НИУФШ и с участием тоже Лондонской школы экономики, как и магистратура. Проявил себя МИАФ хорошо в области международных программ двойных дипломов. И по качеству, и по интересу со стороны абитуриентов. И сегодня, кстати говоря, и в Вышке появились еще программы двух дипломов в других областях. И даже в стране опыт Вышки стал заразителен. В Томске, в Казани. Недавно мы открыли фонд целевого капитала, что даст возможность привлекать лучших преподавателей с мирового рынка и поддерживать лучших студентов. С первых лет мы сотрудничаем с банками. И вот ВТБ учредила и продолжает поддерживать стипендиальную программу бакалавром и магистром лучшим. Программа двух дипломов наша реализуется успешно. Об этом говорят разные показатели, разные итоги. Я Вам покажу чуть дальше. Сейчас пока можете на слово поверить. Ну, я обычно говорю, время бить себя в грудь и говорить, какие умные. Дальше я обычно продолжаю. Дураков нету. Если случайно попадали, их у нас нет. Но, надо быть честным, сам по себе дизайн программы двух дипломов именно в экономике. Именно в экономике. Он дает возможность создать дополнительные, он создает дополнительные возможности в обучении студентам. Благодаря разным традициям экономических культур, разным системам образования российской и британской. И вот те студенты, кто использует эти возможности, они имеют сравнительные преимущества потом на рынке труда и дальнейшего обучения. Давайте несколько слов о структуре программы. Что, как тут все происходит. Поступают нам обычные школьники. Когда-то англичане мне говорили, Сергей, а ты найдешь школьников, которые смогут на английском языке учиться с первого дня? Найдем. Ну, давайте, 23 года назад мы целый месяц отводили на то, чтобы было погружение в английский язык. Сейчас этого делать не надо. Это показатель, сигнал о том, что уровень обучения языку в средних школах нашей страны стал лучше. Неделя там кому-то две. По ЕГЭ поступают, проходит, становятся студентами МИЭВ. Проходит год. В течение года они учатся на английском языке. Сдают экзаменационные сессии в ноябре, зимой, весной. И итоговые экзамены международные МИЭВ с участием коллег из лондонской школы. Они сдают летом. Вот здесь у вас показано. Сейчас я покажу. Видно, да? Математика, статистика, микро, макро, IELTS. И зачисляются в лондонский университет. И вот уже на втором, третьем, четвертом курсе они несут звание студента двух университетов. У них как бы две зачетных книжки или два студ-билета. Каждый год они сдают экзамены Международного и Лондонского университета и экзамены МИЭВ. По итогам, кто все это прошел, не все, да, в начале проходят сразу. Все равно вопрос будет, я отвечаю там. Когда-то 25% с первого курса не проходили. Сейчас меньше 18, по-моему, процентов в последний год был. Кто не сдал этот экзамен, как правило, повторяет или переходит на другой факультет, если разочаровался в нашей учете. Не все могли выдержать. Вот вам известный Тимоти, например, он первый курс проучился, но дальше все понятно, эконометрику Замбкова не сдал, ушел. Ну вот видите, он в другом проявил себя. Тот, кто до конца дошел успешно, он получает два диплома. Лондонская школа экономики, но там написано Лондонский университет. Это у всех так и не у вше. И что дальше происходит? И идет пить шампанское. Сначала в Москве на graduation, на церемонии вручения дипломов, а потом вторая в марте, когда Лондонский университет всем вручает дипломы. Вот такая схема. Вы, наверное, сегодня ходили и смотрели, какие есть программы, какие факультеты, голова такая немножко большая, а потом есть же другие вузы. И вам надо походить, посмотреть, что вам подходит, как сравнивать программу, вообще как выбрать программу. И сегодня мы хотим рассказать не только о нашей программе, но и несколько советов дать, рассказать, какой алгоритм можно использовать для выбора программы факультета. И тут самый простой алгоритм от здравого смысла. Скажите, ведь наверняка приходилось покупать планшет, фотоаппарат или нечто подобное. Верно? Да. А когда вы это делаете, вы, наверное, себе табличку сделаете, вряд ли кто пойдет. Вот первый слева взял, он мне понравился. Хотя был студент, который сюда приходил, выслушивал все, и мы потом спросили, а почему вы в МЕФ пришли? А мне ближе всего к дому. Ну, может быть, это тоже причина, да? Ну, вот, параметры основные надо взять, и, пожалуйста, планшет. Ну, что, память, экран, размер, да, вес, стоимость, как использовать, ну и так далее. То же самое вот с программой. Вот здесь написано на презентации, давайте зададим простые вопросы, и на них найдем ответы. И вы точно так же можете делать по любой программе. Понимаете? Потому что все себя хвалят. Никто же не скажет, у меня программа несовременная, преподаватели так себе. Да, все скажут, мы международный уровень. Так вот, чтобы ответить на вопрос, насколько это правда, надо посмотреть данные. Если какой-то статистики или данных нет, будьте аккуратны. Это что-то там не то, понимаете? Что изучают студенты, кто и как учит, как оцениваются знания, кто учится, как готовят к выходу на рынок труда. Ну и портрет выпускника, имея в виду и их карьерные пути. Что учат? Сережа, что такое учит? Пора заканчивать. Учебный план. По единому учебному плану с первого года ребята занимаются. Нету двух учебных планов для Англии и для России. Этот учебный план интегрированный, он включает предметы. Все будет на сайте, ну пожалуйста, да, хотите снимайте. Включает предметы и британского диплома необходимые, и для российского диплома. Вот вы видите, вы видите красным цветом выделены предметы, общие предметы по экономике, которые вот сдаются на международных экзаменах и идут в зачет они, в общем-то, обоих дипломов. Особенно хочу сказать про профессиональные предметы. Здесь показаны профессиональные предметы шести специализаций по экономике. Я вначале не сказал этого, но мы сейчас реализуем программу двух дипломов по экономике, используя шесть специализаций, все специализации Лондонского университета. Синим это предметы, которые необходимы для получения диплома высшей школы экономики. Но важно то, что литература, требования к этим предметам, они не разнятся, а они выдержаны в одном ключе, соответствуют уровню, как эти предметы преподавались бы в той же самой Лондонской школе экономики. Этот единый план, как когда-то сказал проректор Ричардсон из Лондонской школы экономики, приезжая к нам, сказал примерно следующее, коллеги, у вас он, пожалуй, богаче, чем нас в ЛСИ. А дело в том, что есть две традиции. Российское континентальное образование, это широкое образование, много предметов, и особенно это в экономике сказывается. И британское, англосаксонское, это прагматичный подход, узкое, ну не ремесленное, узкое, прагматичное образование в тех или иных профессиональных областях. Ну, в данном случае это, прежде всего, макро, микро и другие предметы для экономиста необходимые. Так вот, вывод такой, что дополнительные возможности обучения, учебный план содержит в себе больше предметов социальных, гуманитарных за счет российской части, здесь больше математики изучает, студенты делают диплом, у них больше действий в области исследований. А если говорить про британскую составную часть, то получается, что студенты в рамках нашего учебного плана более глубоко изучают профессиональные экономические предметы. Что еще важно? Важно, что каждый из студентов может себе фактически составить индивидуальный учебный план, выбрать те предметы, которые ему интересны. И профессиональные, и разные гуманитарные, и неэкономические. Шесть иностранных языков, то есть сразу забегая вперед, у нас не только английский, естественно, а и немецкий, испанский, сейчас, по-моему, есть китайский, и это зависит от интересов ребят. С интересами также ребят и потребностями экономики связан состав факультативов. Вот я сейчас показываю, видно, нет мышкой? Самые стали востребованные факультативы, связанные цифровизацией. Вот вы и внизу это смотрите. Ну, можно учебный план нарисовать, взяли в интернете, вышли в Стэнфорд, Гарвард, да, какие там предметы изучают. А вот кто их реализует, кто читает, кто преподаватель? Очень разнообразный состав преподавателей, но все они имеют подтвержденную международную квалификацию. Что это значит? Они проходят отбор международным академическим комитетом, где сидят профессуры из ЛСИ, да, и наши коллеги тоже из Высшей школы экономики. И мало того, что они проходят отбор, существует практика регулярной аттестации. Но это требования российского законодательства и понимания академических процедур в Лондонской школе экономики. Состав преподавателей включает ведущих лекторов из НИУШИ, отобранных академкомитетом, приглашенных профессоров из зарубежных университетов, из ведущих научных центров и, тоже очень важно, компаний, потому что реальные бизнес-практики нужны студентам, кто потом собирается работать в экономике. И самое главное наше достижение с 2007, по-моему, года, да, штатные преподаватели МИЭФ, нанятые с мирового рынка труда степенью PHD. Это ядро, эти преподаватели, нашего преподавательского корпуса. Все они закончили, ну, программа, вернее, степень PHD. Поднимите руку, кто знает, что это такое. О, отлично. Все они закончили, скажем так, аспирантуры зарубежных университетов, причем известных университетов, не четвертого, пятого уровня, в разных университетах, в разных странах. Ну, вот я вам покажу просто несколько. Алексей Булатов получил в Калифорнии, в Беркли бизнес-школе степень. Сейчас его публикации, ну, у нас два профессора, которые имеют публикации в топ-5 по финансам. Дмитрий Макаров, он в лондонской школе бизнеса получал PHD. И Булатов. Емельяна Катанини был отобран после окончания PHD. Это вообще очень тоже требовательная процедура. Получил PHD в Баконе. Буданова в американском университете, наша гражданка. Каре, француз, в Луалзане получил PHD. Индийской школе бизнеса Аркаджи получил PHD. Максим Никитин, выпускник МГУ, PHD получил в Канаде. Удар и Перес в Оксфорде. Слонимчик, аргентинец, получил в Америке. Приехал к нам в Фордо. В ЛСИ получил в Лондонской школе. Ну, я могу продолжать. У нас есть и немцы, и итальянцы, и французы, и прибалты. И канадец есть, который вот год назад приехал, представитель англосаксонской академической школы. Настоящий международный состав молодых амбициозных преподавателей, которые быстро развиваются, хотят исследовать свой след, имя оставить в науке. Выступает на международных крупнейших конференциях, публикуется в известных экономических финансовых журналах. Вот это отличительная черта нашего института, и студенты, бакалавры могут их слушать. Но у меня не весь список, они также предметы вот эти, которые вам показывал, синенькие, да, тоже слушают преподавателей, и тоже есть очень высокого уровня. На сайте у нас есть, кому будет интересно, зайдите, посмотрите. Вопрос. Ну, хорошо, преподаватели, вот учебный план, а где мы учимся? В каких условиях? Там что, только микрофон? Или там вообще, как вот, на каком языке мы там учимся? Так вот, я вам хочу сказать, это тоже очень крупное достижение нашего института и вышки. Это методы и среда обучения. На английском языке, как вы уже поняли, но не только учатся, не только, извините, учат. Учат язык тоже, ребята. Первый год, они учат год, мы не даем, как правило, else давать раньше, до июня, пусть они его совершенствуют. Сдав, а это условия поступления в Лондонский университет, студенты еще год учат. Как эссе, как культурно выражать свои мысли на языке, это, в общем, очень важно. Они владеют в совершенстве, свободно. Я лично им завидую, потому что я учил язык давно в Иркутске. Преподаватель был французского языка, потому что англичанка ушла рожать, и что-то там не так пошло. Ну, в общем, вот такие вот штуки бывают. А обучение, такое свободный язык, дает возможность, ведь лучше освоить все материалы для профессии экономиста. Читать можно больше на языке, в частности. Конечно, когда они приходят проходить интервью и на свободном языке, это их дополнительное преимущество. Отличительной особенностью студента двух дипломов является возможность использовать ресурсы двух университетов. Лондонского университета, там много и информсистемы, и онлайн, и учебные пособия. Мы первые годы, в общем, так, были немножко поражены, учились. Целый мешок, ну не мешок, пакет, коробка с материалами приходила каждому студенту. Разбор ошибок на предыдущих экзаменах, так далее, так далее. Это очень полезно. Конечно, и наши материалы были. В этом смысле студенты программы двух дипломов поставили в лучшие условия. Исследования. Ну, я уже, по-моему, нет, еще не сказал. Этому вообще в МИЭФ уделяется, как и во всей вышке, как и во всей вышке. Большое значение. Особенности института, что здесь есть преподаватели со степенью PHD, и кто всерьез наукой хочет заниматься, идет к ним, работает с ним. Это очень здорово. Результаты видны. Ну, я, кстати, должен сказать, что именно выпускник МИЭФа впервые в нашей стране был принят на программу PHD сразу после бакалавриата. Впервые, это третий выпуск еще был, значит, наверное, 2003 год. А всего сейчас у нас 27 человек после бакалавриата за это время были приняты на программу PHD в известные университеты, а 60 всего. Но 27 бакалавров. Налицо, я бы сказал так, конкуренция между выпускниками магистратуры и бакалавриата за поступление на программы PHD. Айсев Академия. Наиболее продвинутая, наиболее мотивированным и подготовленным студентам, чтобы у них мозги не заржавели, мы разработали и предлагаем вот эту программу. Там есть образовательный компонент с продвинутыми курсами по математике и экономике и исследовательский, где наши коллеги, преподаватели с ними работают в рамках их исследовательских направлений, семинары и так далее. Международные экзамены. Это вот отличительная особенность была только МИЭФ. Сейчас есть программа двух дипломов. Несколько лет назад появились там тоже. Но мы были первые. Долго не могли понять окружающие, что это значит. Благодаря программе. Что это такое? Учим мы здесь. Мы тоже проводим свои текущие экзамены. Но вот годовые экзамены происходят в Лондонском университете. Это означает, что объективная оценка знаний студентов не влияет ни на то, что он из семьи простой, или он из семьи богатой, или из семьи представителей власти. Все равны. Толщина шин никак не влияет. В первые годы, да, мы преодолели, я говорю, в общем-то, болезнь, халуяж в образовании. Знаете, что это такое? Халуяж в образовании, нет? Когда при поступлении или при каких-то движениях раньше в некоторых, не во всех, конечно, советских университетах могли позвонить ответственные лица и спросить. Вот там у вас двойку кто-то получил. Ну, надо бы как-то посодействовать, чтобы не отчислять. Ну, и вот были и нас первые годы из руководящих структур. И мне говорили фразы, ну, если вы некомпетентны решать, с кем порешать этот вопрос? Или приезжал один господин, он олигарх, его имя, значит, известно. Он тоже никак не мог поверить, почему нельзя вот это исправить, и чтобы студентка, получившая пять по экономике, но два по математике, могла продолжать учиться. Так вот, мы это преодолели за счет этих независимых экзаменов объективных. Как ректор сказал, это создает очень здоровую среду, вот эти внешние экзамены. И очень важны они для самих студентов. Они готовят их для работы в бизнесе, где в компаниях все делается с первого раза и быстро. А не так, сегодня сдал, но я через неделю пересдам, через две пересдам. И, конечно, еще важно, формат этих экзаменов отличался тогда от наших российских. И ребята, пройдя через эту систему, могли потом спокойно учиться в любом зарубежном университете. Международная мобильность. Обычно, конечно, интересуется. Я прихожу сюда, ну, хорошо, я буду по-русски здесь говорить, но я домой поеду на трамвае там или как-то, да. Я хочу посмотреть мир, это естественно. У нас есть система летних школ, не у нас, а в ЛСИ. Мы туда лучших бесплатно посылаем, это в рамках лета. Кто-то едет за свои средства, это небольшие. Но если есть желание, в вышке, и у нас есть десятки в общей сложности обменных программ с Европой, прежде всего, пожалуйста, на год, на семестр. Ребята ездят. Были случаи, даже переводились в ЛСИ, но для этого хорошая учеба нужна. Мы не ставили задачи переводить в ЛСИ, у нас не экспорт. Значит, студенты. Кто же такие студенты? Эта фотография, как сказал один мой коллега, наводит на мысль, а что это у вас одни парни здесь сидят? Это случайно получилось. Вот, уверяю вас, у нас гендерный состав 50 на 50. Представляют 62 региона наши студенты. От Сахалина до Калининграда, от Дагестана до Архангельска региона. 10% иностранцев. Сильный состав. Если проходной балл 240, то можно было бы поделить на три предмета и сказать, ага, 80, средний балл нет, 87. Потому что значительная часть студентов, вот я вам показываю, да, олимпиадники и кто набирал баллы 270 и выше имеют. То есть очень высокие. 40% имеют очень высокие показатели. Но хочу сказать, что наша программа такова, что различные специализации дают возможность учиться и тем, кто силен в математике, ему подай экономика и математика, специализацию, где ее вот так, да. И те, кто с математикой, ну, на ты, потому что нельзя иначе экономику учить без математики, ну, не хотел бы в ней специализировать. Там есть бухучет, банки, финансы. У нас вот эти разные специализации, это просто, я считаю, украшение программы, когда человек может выбирать несколько путей своего развития. Ну, я пою песню, да, все хорошо, а что в итоге-то, что происходит на деле? Можно сравнивать со студентами других университетов, потому что они все сдают международные экзамены. Кто сдает? Это десятки тысяч людей в мире. Посмотрим на эту таблицу, а точнее на график, да. Синий цвет, это результаты наших студентов МИЭФ. Красный цвет, без МИЭФ, результат остальных студентов из других университетов. Вы видите, что в целом результаты МИЭФ, они выше. Только я, по-моему, не то сказал, синий, это МИЭФ, а красный, это другие университеты. Прошу прощения, если оговорился. А здесь дан важный вывод, что по 12 основным предметам средний балл МИЭФовцев превышает 60. А у остальных 48. Вот можно спросить, в чем причина. Опять бить грудь, нет. Знаете, вышка, очень сильный состав преподавателей. Когда мы пришли, мы же в основном взяли из вышки людей. И вот благодаря такому академическому ресурсу, ну и традиции, 10 веков вообще, культурная такая история, это же сказывается. И выпускники МИЭФ получают дипломы лучшие по сравнению с выпускниками других университетов. 65% дипломы First and Second Up и Class Ones. То есть, вот те два класса диплома, которые, если я имею, я могу поступать в лондонскую школу бизнеса, в Гарвард. И в ведущие компании, когда отбирают выпускников, они начинают прежде всего с выпускников с лучшими дипломами. Ну вот, могу задать сейчас вопрос. Я вам рассказал про программу. Из двух последних слайдов вы видели, что выпускники успешны. Могу сказать, что да, это обеспечивает программы то, что они все интеллектуально развиты. Как один коллега говорил о Кью в квадрате, программа двух дипломов. Обладает современными знаниями, профессиональными навыками экономистов. Ну я задам дальше вопрос. Как по-вашему, они действительно все готовы быть успешными выпускниками и выходить на рынок труда и дальнейшее обучение? Или что-то здесь не хватает? Что-то, может быть, надо бы еще сделать? Кто мне ответит? Или попробует ответить? Но только не наши студенты, а выпускники. Хорошо. Я расскажу один кейс из жизни. Я работал в МГУ еще в 90-е годы. И приехал в Соклай-Сити, Юта. Там сейчас чемпионат происходит, кстати говоря, по конькам, по-моему. Значит, мормонская школа бизнеса. А мормоны в бизнесе, в образовании сильны. И вот меня водили по этой школе бизнеса, знакомили. Парень, его Володя звали. Ну, он выпускник Гумбольда. Все здорово, все интересно. Вы представляете, сколько лет назад, да? И Володя говорит, что его сестра закончила. Внимание, первой была в рейтинге. Она прошла на работу 22 интервью и не может найти хорошую работу. Как потом я понял, если слово не звучало, она была, ну, немножко ботаник. Аналитик. То есть компьютер, книга, компьютер, перо. Понимаете? Значит, нужно обладать еще, чтобы быть успешным, обладать способностью выдерживать конкуренцию на мировом уровне при поиске работы, при поступлении в университет, при дальнейшей карьере. И этому научить только в ходе вот таких лекций невозможно. Это нужно так делать. Курсы есть специальные. И по предпринимательству, и, ну, не в этом дело. По всяким мягким навыкам. Но прежде всего ребята учатся этому в ходе учебы. За счет, знаете чего, или в ходе чего? Участия в студенческой жизни. То, что в мои годы говорили, общественной работой заниматься надо. И все комсомольские лидеры выбились в больших олигархов. И вот еще есть специальная, конечно, программа. Программа подготовки к выходу на рынок. Считайте, есть программа академическая, которая дегри, диплом даст. Есть программа профессиональной подготовки. Она не только на бакалавра. Она и на магистра тоже. К рынку готовит. Или дальнейшего обучения, или труда. И там они должны научиться. Смотрите, отличие. Видите, синеньким у меня выделено. Готовым быть работать в международной профессиональной среде в любой точке. Обладать специальными мягкими навыками для успешной карьеры, которые необходимы. С людьми работать. Быть мотивированным к успеху. Время мало. Я не расскажу историю, которую я рассказываю про мотивацию. Два одинаковых выпускника. Один просто сегодня в американском университете. PHD защитил в Гарварде. А второй продолжает работу как репетитор для талантливых выпускников школы, готовя их к Олимпиадам по экономике. Два разных. Ну, может быть, они оба как бы по-своему счастливы. Но, тем не менее, у одного была мотивация вверх-вперед преодолевать трудности. А второй решал задачки. С удовольствием сейчас это делает. Помогает другим. Так вот, вышки этому тоже большое значение уделяет. МИЭФ был впереди, как сказал ректор, когда мы рассказывали о этой работе на ректорате. МИЭФ чемпион. Ну, почему так вышло? Мы же программу двух дипломов начали с лондонской школы. Они сказали, ребята, хорошо, вы получили, ваши ребята получили дипломы. А что дальше? Давайте статистика, что была обязательно в западных университетах делается. И вот этот карьерный центр помогает найти себя в науку пойти или в бизнес. Определиться с путем, что каждому больше соответствует. Исходя из его не только интересов, но и способностей. Если вы собираетесь заняться или пойти как профессиональный экономист начать карьеру, вам помогут подготовить документы, научат. Как пройти интервью, помогут. Причем тренинг специальный делается. Благодаря чему? Благодаря сотрудничеству с компаниями. И благодаря, очень важно, это наш мощный ресурс взаимодействия с выпускниками. У нас действует такая программа ментор-выпускник. Но на самом деле, вот представьте, 2000 выпускников. Ну, я к этому сейчас вернусь. Тому, кто хочет учиться, помогут выбрать в университет, выбрать программу. И подготовиться к поступлению помогут тоже те преподаватели, которые в этих университетах работали и приехали сюда. Вот те самые международные профессора со степенью PhD. Точно так же подготовят документы. Помогут подготовить документы. И мы начали со временем помогать готовиться к экзаменам. Ну, тоже не секрет, что первые пару лет у нас был провал с поступлением хороших выпускников куда-либо. У нас был второй, по-моему, выпуск. Отличные ребята с дипломами первой и второй степени никуда не взяли. Они не умели писать вот эти все бумаги, мы тоже не умели. Надо было найти потом специально подготовленных людей. Ну и главный ресурс. Да, ну, можно сказать, нам Лондонский университет помогает, безусловно. Но главный ресурс. Две тысячи выпускников. Там, пятьсот учились в ведущих университетах мира. Пожалуйста, все открытые их данные. Ты собрался в ЛБС, напиши тому, кто там учился. Ты собрался в Гарвард, напиши, что и как. Точно так же, как с компаниями, выпускники, менторская программа. А здесь вот этот ресурс, он наш главный. Нету людей, если вам будут говорить, у нас там опытный координатор учебного, этого самого, карьерного центра, он все знает. Нет таких людей. А вот есть коллективные карьерные центры в лице вот наших выпускников. Ну, как мягкие навыки формируются, что тут происходит в интеллектуальных соревнованиях. Не буду я хлеб отбивать у моих более молодых коллег. А вот я закончу двумя вещами. Еще раз подведу итоги программы и коротко все-таки про карьерные пути. Потому что, знаете, можно много чего говорить. Значит, первая особенность и преимущество программы – это богатый учебный план. Мы видели, лучшее из английского, британского, из российского. Преподаватели, прошедшие отбор с мирового рынка и даже из Москвы, но все они проходят строгий отбор интервью на Международном академкомитете. Очень важны методы и среда обучения. Я вам должен сказать, что методы, о которых мы говорили, преподавание на языке, процедуры международные, вместе с международными профессорами создают здесь, в нашем институте, очень высокий уровень интернационализации, сопоставимый с зарубежными университетами. Так что процесс обучения, как он здесь происходит, вполне сопоставим с ведущими университетами, какая цель и ставилась при создании института. Международный формат оценки знаний студентов я вам рассказал про независимые внешние экзамены. И вывод, что успешная программа академическая должна дополняться программой подготовки к профессиональной карьере. Прежде всего глобальная сеть выпускников, наш главный здесь козырь. Как идет признание программы? Вот в 2014 году был визит канцлера Лондонского университета, принцессы Анны. Очень интересно, 100 человек попросили, чтобы участвовали. С каждым состоялся, ну пусть несколько секунд, минута, но с каждым был короткий разговор. Наш студент несколько лет назад в Сочи форум был, докладывал руководству страны, предложил программу, быстро разрабатывали ребята в течение этого часа или двух, я уже забыл, экономика для будущего развития. Вручение директору МЕ в степени почетного доктора, то бе мне. Дело не во мне, как вы догадываетесь, а дело в тех успехах, которые, в общем-то, имеет наш институт. Он один из лидеров в рамках международных программ Лондонского университета, и вот это отмечается. Профессор Писаридис, лауреат Нобелевской премии, он член нашего консультативного комитета. Время от времени, в свободное от заботы Нобелевского для этого времени, приезжает, считает студентам. Так вот, какие карьерные пути, где работают. Знаете, вот этот график, мы его пирог называем, накопленным итогом, обращаю ваше внимание, с первого выпуска. Примерно поровну пошли на работу, 49%. Часть обучения в России, но на самом деле это обучение, наверное, две трети сочетают с работой, если не все. И просто обучение за рубежом 30%. Где обучаются? Ну нет, я тут все-таки скажу. Знаете, как-то очень душевно слышать, где наши выпускники. И если вдруг кто-то едет, встретил, вот, Гонконг, Южная Африка, Сингапур, забыл на севере, что там, Швеция и Норвегия, да. Это Чили, Бразилия, это все профессиональные работы, это банки, это университеты, да. Ну и, конечно, Европа и континентальные английские компании и вузы. Мы, когда приезжаем в Лондон, мы обязательно с общиной английской встречаемся. И то же самое в Америке, и в Канаде, кстати. Вот это показатель того, что можно вот здесь учиться, да, знаниям, навыкам. И тебя так подготовят, что ты едешь работать, посылая свои CV, меняешь места работы, и ты востребован. И это, конечно, главная форма подтверждения международного уровня программы. Востребованность выпускников. И забегая вперед, хочу сказать, что когда будете смотреть другие факультеты, вообще в других, может быть, предметных областях, обращайте на это внимание. Если там нет статистики, куда пошли выпускники, что-то там не ладно. Какие варианты могут быть? Ну вот после окончания можно эти 30% поехать учиться, но большая часть есть на постдипломные программы, едет учиться магистратура, год, допустим, английская. А потом кто-то, не многие, но кто-то останется на PHD и будет работать в университете. У нас уже дюжина наших выпускников работают преподавателями в американских университетах, в английских университетах, в РЭШ, кстати говоря. Возможно, после магистратуры сменится или не сменится, а на это и рассчитывали, что студент пойдет работать просто-напросто. И за рубежом или в России это очень условно. Сейчас человек, которого берут на работу в международную компанию, могут прислать в Москву и наоборот в Айсаверси. В российской компании ВТБ Капитал отправят в офис в Лондоне. Главное, чтобы человек был готов к этой работе, профессионально. Одна из интересных возможностей пойти на работу, у нас сильные студенты, выпускники так делали, через несколько лет, 3-4 года пойти на программу MBA, которая дает большой толчок в дальнейшей карьере. В сфере выпускников, где они заняты, примерно 35, ну тут 38 показаны, это финансы, реальный сектор 31 и аудиты консалтинг 19. Важно, что 300 тысяч рублей в месяц и более около 40% выпускников получают. А 230 тысяч рублей в месяц в ноябре проводили опрос, это средний уровень медиана зарплаты. То есть это, конечно, показывает востребованность и на рынке, если хотите, с соответствующей компенсацией финансов. Куда все-таки конкретно идут? Вот ведущие компании здесь у нас показаны. Это и российские, помните, я вам говорил, были донорами, в Печильский совет входили, из Бербанка, ВТБ, вот они получают наших выпускников. И как сказал Герман Оскарич в нашем разговоре, в пору делать ограничения на РЭШ и МИЭФ, потому что, ну вот, сильно идут выпускники, и там уже как бы общины формируются. Идут консульционные компании, Прайс Ветерхаус, Эрст Янка, ПНЖ, ну, известные такие компании, как Маккензи, ой, извините, да, Маккензи, банки, Ситибанк, но я не буду дальше перечислять, вы видите, там видно же, да? Что говорит о том, что выпускник профессионально, который использовал время учебы на правильной цели, а не на отдых во время учебы, хотя это тоже надо, востребован. Теперь про учебу дальнейшую. Также университеты показаны. Красным цветом выделены те университеты, где наши выпускники поехали на программу PHD, это 5 лет. В американских вузах некоторые хитрые выпускники так делают, после двух лет дают степень магистра, и выпускник, отучившись два года, идет уже с магистрской степенью куда-то там еще. А в чем здесь изюминка? Изюминка вот в чем. Ну, хорошо, вот вы говорите туда поехать, учиться, не против, где деньги взять? Американские университеты дают гранты на PHD. Ну, вот я взял грант, два года отучился. Правда, что потом происходит, я не знаю, надо ли возвращать остаток. Но, наверное, нет, за два года нет. А вот на другие программы тоже, извините, но стипендии дают. Стипендии дают, и многие наши выпускники, не из самых обеспеченных семей, которые не имели возможности бы послать детей учиться в такие вузы, за счет этих стипендий смогли реализовать эти цели. Так что секрет прост. Хорошие знания умные платят меньше. Про 60 выпускников на PHD я сказал, что они работают в таких университетах уже, как Стэнфорд, Джорджтаун, Лузанн, Вена, ну и так далее. Да. Продолжение следует...